Ромалы Тавен Савру Бахтале, всех приветствую! Доброе время суток, Савруни! Значит, постараюсь максимально минимизировать свое выступление, поскольку, ну, в принципе, как бы молчать больше не могу. Если бы мы обратили внимание, мы практически не выхожу в эфиры, вот, и заставил им сегодня выйти. Значит, первая причина. Постараюсь не сбиваться и поэтапно. Первая причина это то, что вот некоторые мануша проявляют кто-то недопонимание, кто-то недовольство, то, что нас видели восьмого апреля с перцем за одним столом. Мы сейчас коротко постараюсь. Смотрите, манушалы, значит, до восьмого числа, а мы до состоялись телефонные разговоры с перцемными друзьями. Это Габуда, это Перя, это Белый Парно Челябинское, Ваня Рука, в том числе, и предмет разговора был на тему о том, чтобы как-то примириться с перцем, поскольку они уже слышали то, что я хотел выйти с роликом на Хоню и сказать людям то, что я с Хоней давно прекратил все отношения, ничего общего у нас нет, чтобы нас люди не ассоциировали, как ранее когда-то. То есть он это он, я это я. Вот. И Кадя же Перец слышал, и его друзья, то, что в ролике я хочу сказать о том, то, что он когда-то ко мне Раесов приходил. Вот. Соответственно, им это все было очень, ну для них важно это очень было. Это важно было. И поэтому у нас эти разговоры состоялись. Перя говорит, Габуда говорит, вот бы вам вместе, вот бы вам вместе это все сделать. Я говорю, Ромалы, я в состоянии это без перца все сделать, озвучить, и что мне нужно сказать. Но это было бы вообще хорошо. Вообще хорошо. Причина, то, что Перец хочет со мной общаться именно вот это, я у них спрашиваю, вот по поводу того, то, что я хочу там Хоню сейчас немножко приземлить, поэтому он хочет совместить со мной вместе. Они говорят, ну типа нет, он и раньше с тобой хотел давно помириться, он просто хочет с тобой помириться. В таком случае, говорю, Ромалы, у меня вообще желания никакого не было, меня и раньше об этом просили мириться с ним, я не хотел. Но поскольку это уже как бы продолжается на протяжении долгого времени, кроме вас другие люди просили, хорошо, пусть в Омаде звонит, вот. И он как минимум, как минимум должен извиниться, как минимум должен извиниться за свои оскорбления в мой адрес. Рома, передали ему это все, и Перец Маде звонит, и он это сделал. Коротко говоря, он извинился в присутствии Ромэн и непосредственно, в общем. И предложил же мне здесь сразу Перец, может быть все-таки вот праздник накануне будет, 8 апреля Романова, может все-таки приедешь, сядь вместе, пусть нас люди видят вместе, что мы не враги. Перец, я приеду, мы сядем вместе, но ты должен понимать, если я приеду, я буду с тобой поднимать вопрос по дому, о которой когда-то раньше мы говорили. Ну, может быть многие помнят, я выходил раньше с эфиром и говорил о том, что Перец когда-то с Анжиром приходил, выгонял детей и тому подобное. И в результате, чтобы вы понимали, там не просто выгонял детей и 200 тысяч взял, дом полностью целиком исчез. То есть у меня дом отжали, в прямом смысле, целиком. Он сейчас как бы стоит и раньше, и сейчас стоит денег. И не только в деньгах дело. Дело в том, что он влез в семью. Основная причина. Перец сказал, Руслан без проблем. Слава Девлёрести, как он говорит, наис, то, что мы убили сейчас, вот личные моменты. И то, что касается по дому, это дело, финансовый вопрос, мы его убьем. Соберемся, 3-5 человек скажут, мы этот вопрос решим. Хорошо, Перец, я приеду на презентацию, вот. И мы этот вопрос поднимем. Он согласился сначала. Вот, Румалыч, что я хочу сказать. По этой причине я оказался в Краснодаре. То есть, Володя могла прощение за личные моменты. Это первое. Перед тем, как я поехал в Краснодар. Второе, я поехал туда не гулять. Я поехал разговаривать по поводу дома. Так же сказали все его друзья, что хорошо. Мы обговорим это. Но, когда я туда приехал, в принципе, я догадывался, что им нужно было. Им нужно было совместить это все с тем, чтобы с моих уст все услышали, какой плохой хоня. Мы думаем, и сейчас к нам, Румалы, вообще не планировалось о хоне говорить. Может, кто-то, если хотел что-то слышать от меня, но мы не планировали. Я туда поехал разговаривать за дом. За дом. Но, поскольку в 4 утра, 8 апреля, хоня вышел в телефон и говорит, кто туда придет 8 апреля, кто там будет сидеть за этим столом. Причем он знал, что там будут и Пуре, и Терне, и Беяцы, и Жуля там будут. Все, без исключения, все Джукле, Джукля и Мертвых затронул. Поэтому я коротко, коротко прокомментировал за хоню, что были за ним действительно моменты. Но я этим моментом определения не дал и не мог дать, что ожидала публика. Это раз. Значит, ну это если коротко говорить. По поводу того, что я поехал туда разговаривать за домом. Лично Бариев попросил меня не поднимать этот вопрос на праздники, поскольку этот разговор может спортить мероприятие. Люди неправильно поймут, вы сидите за столом и сейчас, возможно, этот разговор перерастет в что-то, чего-то. Руслан Бариев говорит мне, и не только Бариев, так же и Перец сказал, и остальные его друзья. Мы соберемся, мы с ним поговорим, 3-5-7 человек, кто прав, кто не прав, скажем. Не надо на публику озвучивать, что псаврорумат и дикен, и как бы, ну это некрасиво. Вы сейчас сели за стол, у нас праздник, вы сейчас будете поднимать свои темы здесь. Мы лучше их поговорим, обсудим чуть позже. Хорошо. Вот это чуть позже уже 2 месяца длится. 2 месяца длится. На протяжении 2 месяцев Перец как бы и не против встретиться, как он говорит по телефону. И при этом говорить не надо, Руслан. Соберешь людей, потеряешь меня, то есть друга. Последнее время, я пытаюсь дозвониться его друзьям, и в том числе, ну некоторые друзья берут трубку, некоторые не берут. Звоню Бариеву, поскольку он и по возрасту, и по старше, и по статусу, он говорил, что Руслан, мы урегулируем этот вопрос. Бариев трубку не берет. Перец говорит, он его попросил, Бариева, чтобы не брал мою трубку. То есть, по сути, Бариев не хочет участвовать в дальнейшей процедуре. Ему это невыгодно, неинтересно. Вот. Также еще некоторым невыгодно. Перец лично об этом сказал. Бариев трубку не возьмет, потому что он его попросил. Следующий момент. Перец продолжает утверждать, что это нам не нужно. Этот дом того не стоит, то, что он для меня якобы сделал. А что он сделал? Извинения попросил. Это многого стоит. Хорошо, Перец, ты же попросил это совсем, не относится к этому делу. Ты затронул мою семью. Так, ушля, на, драго, ты за это попросил извинения. И в телефоне, в присутствии на празднике там, Ромэнди. Сделал это? Сделал. Дальше. Какое отношение имеет к дому? Никакого. Ты уже сказал, Руслан, приедешь. Мы, слава богу, убили вопрос личный. А по дому мы решим. И мы до сих пор не можем решить. Сейчас, вот буквально несколько дней назад, мы с ним ведем переговоры. Он говорит, Руслан, если ты выйдешь в прямой эфир и будешь меня приглашать, я не приду. Потому что, это стыдно. Зови меня по телефону, я приеду. Так вот, причина моего выхода. Объяснить Манушене. То, что я с Перцем рядом, или Перец со мной, или я с ним оказались за одним столом. Я вам уже сказал. Он перед этим попросил прощения. Во-вторых, я поехал разговаривать за дом. Но дом отодвинули, перенесли на другое время. Которое до сих пор, сейчас не может у нас все это осуществиться. Бори уже отказывается от этого. Он говорит, я не хочу это делать. Потому что я с Перцем был в ссоре два года, только что помирился. То есть, я не хочу участвовать. Во-вторых, я в Краснодар не могу приехать, потому что Хоня объявил мне войну. Бори, ну, я не знаю, Бори, даже если вы не можете приехать, как-то, ну, посодействуйте, чтобы все прошло пристойно и чинно. По отношению к этому мероприятию. Если вы даже не можете приехать. Значит, следующее, что хочу сказать. Перец мне говорит, Руслан, если ты соберешь сходку, то я позову туда, во, вот так он показал, сделал. И скажет при всех цыганах, что ты, как он сказал, сотрудничаешь с Боренцем, и тебя в Кропоткине воспринимать никто не будет. Это раз. Причина моего выхода. Следующая причина. Буквально вот, ну, несколько дней назад, я наблюдаю его эти ролики, он постоянно употребляет мое имя. Хотя, мы с ним договаривались не употреблять, не вспоминать, не выходить в эфире. Я о нем ничего не говорю, он обо мне тоже ничего не говорит. Созваниваемся, и мы встречаемся. Он стал выходить в эфир. Ну, это его личное дело, там, поливать Хоню. Он употребляет мое имя, вспоминает, и мне это не нравится. Мы с ним договаривались. Потом, буквально вчера, он вышел также с Габудой в прямом эфире. Я не знаю сейчас, куда этот эфир, он сохранился, удалили ли он сохранен, но я лично видел. Он там вспоминает снова мое имя и говорит. Русланчика, ну, как пацанчика какого-то, я его отпустил. Я его побил в аэропорту, он получил и тому подобное. Перец. Вот смотри, обращаюсь к тебе. Ты говоришь, отпустил Руслана. Побил. Мы с тобой договаривались не вспоминать, не напоминать друг другу то, что у нас было. Мне это неприятно было. Ты меня с подтяжка ударил и большими шагами ушел от того места. До 50 метров. С подтяжка ты меня ударил. Это во-первых. Во-вторых, мы с тобой договорились не вспоминать. В-третьих, ту за аэропорт у меня попросил Руслан. Ту сказал, так получилось, обстоятельства, хотел Хоню, ты здесь под рукой оказался, извини. Мы его закрыли, аэропорт. Зачем ты его вспоминаешь? Володя, мы же не выхожу в эфир. Не напоминаю тебе, когда ты к моему отцу до мной, Рокленсер, приходил, и ты получил за это. Вместе с Рокленсером. Мы же не говорю, не напоминаю. Зачем мы это, если у нас все прекратили вражеские отношения? Мы это расцениваем как провокацию. Туман провоцируешь специально. Напоминаешь, выводишь, ман. Говоришь, вот эти придут на цыганские собрания. Аэропорт мне напоминаешь. Русланчик я тебе уже стал. Отпустил ты меня. Потом ты говоришь, выйдешь в эфир, не будет никакой сходки. Перец. Мы тут убедительно, прошу, не надо, ман, больше провоцировать. Не нужно просто меня провоцировать. Потому что я понимаю, для чего ты это делаешь. Ты хочешь, чтобы эта сходка не состоялась. Потом, значит, следующее. Бориев, Иван, обращаюсь с уважением к тебе. Пожалуйста. По возрасту, по статусу и на других людей. В том числе и на перца. То мы обязательно увидимся, соберемся и разберемся. Сейчас перец как бы вроде не отказывается от этого собрания. Но ты при этом трубки не берешь. И полностью отказываешься выйти на разговор. Бориев. Айту майстаршу, саворендар. Так же и другие. Кто-то хочет, кто-то не хочет. А я вам поверил. Сейчас перец говорит, я приду. Там не совсем тебе понравится. Бориева. Это как понять? Приду, не понравится. Если он придет к Рапоткину со мной разбираться за дом. То после его визита со мной здесь здороваться Рома не будут. Потому что он приведет вот это, он сказал. Это поговори с перцем, пожалуйста. Может быть, ты об этом не знаешь. Потом он меня, я считаю, что он меня оскорбляет. В прямом эфире. Отпустил он меня, Русланчик побил. Ну, зачем эти вещи? Они абсолютно не нужны никому. Значит, у меня претензия непосредственная. Я приглашаю официально по Роману Сынду на 30 июня. Это вот 10 дней перец. Ты говорил за несколько дней, за 5-7, а я тебе за 10 говорю. Обязательно вот этот человек, плащу на жертву, который непосредственно взял на себя всю ответственность. Потом вот этот человек, это Кишиневец Петя Лаяшкаско-Шаво, двоюродный брат Перца, который много участвовал в этой процедуре, можно сказать. Вот, Рома хотят задать ему несколько вопросов, как он здесь оказался, этот Петя. Очень важно это. Анжир, Володя, берите Петю с собой. Рома хотят задать ему вопрос, потому что он непосредственно участвовал здесь. Также Рома хотят задать несколько вопросов вашему другу, который с вами был. Это Марьян Леха Лебергоноско, ваш друг, который тоже выражал недовольство и протесты, и говорил, Руслан, ты не получишь этот дом. Рома тоже хотят поинтересоваться, почему он это выразил, что он подразумевал, и на каком основании он говорит, не получу я дом обратно свой. Вот, возьмите их с собой, претензии к вам двоим, к Кишинёцу и Плащун, а вот этих двоих Рома хотят тоже видеть и задать им несколько вопросов. Рома, я вас очень прошу, не надо дальше меня провоцировать, шантажировать, не надо меня унижать роликами выходить в эфир. Не надо мне говорить, если я выйду в эфир и приглашу вас официально, то вы не придёте. То мы же за правду всегда боретесь, за истину. Вот, дайте, пожалуйста, объяснение Ромэнде, на каком основании, что вам не двигало, что вас столкнуло на то, чтобы вы влезли в мою семью. Как оказались 200 тысяч на вашей стороне, и как оказались 12 ночи, приехали выгонять детей. Ромалы, это уже не для вас, перцы, для Ромалы. Речь не идёт 200 тысяч. Они влезли в семью и полностью, после того, как детей выгнали, отжали дом. Отжали полностью дом. Юридическими методами. Полностью. Вот. Поэтому мы хочу, чтобы эти манушаты дали на объяснение. Не ищи причину ещё раз, пожалуйста. Вот перец, анжер и другие. Не ищите. Попросите также Бариева. Попросите старшего брата перца своего, Коль. Володя, я к тебе обращаюсь. Я тебе как-то в телефоне говорил. Позови старшего брата. Я ему доверяю. Он скажет в любом случае правду. Пусть скажет. Прав ты, не прав и вообще. Как это называется? Вот. Ты же всегда используешь такое слово, любимое. Ты говоришь, ту, андоромано быту, защищаешь границы цыган. Пусть прокомментирует старший твой брат, как это переводится, защита границ цыган. Поэтому, ещё раз говорю вам, пожалуйста, я вас приглашаю 30 июня. Дайте объяснение, пояснение по тем моментам, которые вы, получается, ну, осуществили, проявили себя и поступили по отношению к этому дому, к этим моментам, к деньгам. И как вы выгнали детей, на основании чего. Вот. Дайте Манушенде объяснение. Вы мне обещали, Володя, ты и все твои друзья, что мы соберёмся и разберёмся. Вот я тебе напоминаю официально. Выйди в эфир и скажи, что ты придёшь. Что Манушат и Жанен, что ты действительно придёшь. Не водишь меня в... Как правильно выразиться? В недопонимание. Не нужно меня больше провоцировать по телефону, в прямых эфирах и оскорблять, пожалуйста. Не надо. Вот. Значит, ну, что могу сказать? Ещё раз. Вы услышали причину, как я оказался в Краснодаре. Вы услышали вторую причину выхода моего. Я его приглашаю 30 июня этого месяца в Кропоткин. Для того, чтобы дал пояснение всем, как это называется, или виновен он, или не виновен. Я жду, пожалуйста, ответ Перец. Обязательно сообщи, потому что люди готовы выехать сюда с разных городов. ТВ Саура Бахталы.